приветствую всех с вами шахматный клуб феникс и я комментатор олег сломаха сегодня прокомментирую партию дмитрия синдианова партия которая идет у нас на конкурс лк то есть личный конкурс дмитрий синдианов прислал партию она у нас будет под номером 2 и давайте смотреть дмитрий играет черными его рейтинг а значит где-то в районе 1500 то есть это где-то наверное уровень третьего разряда играл против рустама наджимова ну и давайте смотреть сразу обговорюсь что я буду показывать комментарии но так как здесь партия коротенькая то комментарии я буду показывать без движка чтобы не нарушать как какую-то красоту и логику буду показывать своим взглядом ну если например будут партии присылать сложные достаточно то конечно тогда буду я подключать помощь движка то есть включать движок чтобы не говорить каких-то например там глупостей ну что ж давайте приступаем к разбору партии е4 пошли против дмитрия дмитрий ответил е5 открытые дебют конь f3 конь c6 слом b5 испанская партия a6 слом бьет c6 значит разменный вариант dc конь бьет е5 ну здесь сразу отыгрывают пешку тремя способами черные то есть и ходом ферзь g5 как поступил дмитрий и ходом ферзь е7 ну и ходом ферзь d4 то есть вот таким вот способом сразу получается у нас двойной удар на коня и на пешку ну и после конь f3 ферзь бьет е2 е4 шах ферзь е2 ферзь бьет е2 король бьет е2 например слон g4 там допустим сыграть и 3 0 и у черных нет никаких проблем у них хорошая позиция белые здесь остались пока без рокировки но ферзь g5 тоже вполне возможный ход конь f3 ферзь бьет g2 ладья g1 ферзь h3 ладья g3 белые пытаются как-то уже отбиваться ферзь h5 ладья g5 ферзь h3 в принципе кто желает может уже зарыбиться например ладья g3 ферзь h5 ладья g5 ничья повторением ходов но дмитрий у нас из боевых шахматистов и он конечно же отказывается играет ферзь е6 и правильно делает нападает на пешку е4 конь g5 соперник нападает на ферзя и защищает одновременно пешку е4 ферзь d6 ну и здесь вот соперник удивил соперника удивил вместо того чтобы например пойти как-то ходом d4 допустим или конь c3 как-то или d3 просто так плотненько попытаться завершить развитие соперник ходит ладья f3 нападает вроде бы на пункт f7 сейчас я нарисую стрелочками что на пешку f7 но с другой стороны пропускает простой удар слон g4 дмитрий же сыграл и в 6 что ничем не хуже абсолютно то есть может быть даже как-то лучше с игровой точки зрения так как угроза слон g4 никуда не денется но опять же повторюсь что можно было сыграть сразу слон g4 приведу такой вариант например конь бьет f7 что делать но водя у нас связано ферзь просто отойдет воде окажется связанной и что делать абсолютно непонятно например можно сыграть ферзь е6 и например если сыграть конь бьет h8 то уже здесь проходит наверное ферзь бьет е4 хотя есть водя е3 ход ну в общем давайте продолжим вариант если так водя е3 допустим взяли с шахом взяли здесь взяли здесь взяли здесь что у нас получилось получилось мы без фигуры но конь не выбирается так вот видите я уже немножко здесь сам запутался то есть ход слон g4 заслужил внимания но ладно я как показываю без движка может быть какие-то вещи конечно я и не вижу и так вот f6 был сыгран е5 в принципе ход хороший ловушечный нельзя играть теперь ферзь бьет е5 введем этот вариант из-за водя е3 и проигрывает уже черный так как они теряют просто ферзя но ферзь d5 опять же угроза слон g4 нависает страшное но ферзь d5 оказалась неточностью то есть вот сейчас я вижу здесь надо было сыграть ферзь е7 просто сыграть версии 7 пешка на е теперь связано конь грозит просто грозят коня съесть а если конь отходит то слон g4 опять же с решающей связкой ферзь d5 же соперник здесь просто поплыл сыграл конь h3 и наконец-то угроза слон g4 осуществилась но соперник здесь мог сыграть конь c3 довольно логичным образом то есть ферзь d5 подставился под пичок коня на c3 если теперь сыграть ферзь a5 но куда-то увести ферзя или на c5 например то есть ход еф есть ход еф и теперь если например угрожает во первых f7 с вилкой если играть конь бьет и f6 вроде бы слон g4 угрожает но водя е3 шах спасает воде е3 с темпом и слон g4 уже не такая страшная угроза ну а если же например пойти во все тяжкие то есть продолжить варианты сыграть слон g4 тогда f7 шах будет король d8 ну и просто например что можно поставить ферзя допустим и возникает вот такая вот интересная позиция тоже абсолютно непонятная водя бюджи 8 воде f3 связано водя d3 шах кстати есть и слон g4 нет здесь я не то сказал значит вам слон g4 здесь играть нельзя здесь надо играть ферзь бюджи 5 вот g5 и теперь f7 шах если то король d8 да вот теперь здесь вот так проходит если теперь мы ставим ферзя то сначала даем шах сюда меняемся и забираем на g8 получается вот такой вот и шпиль угрожает слон g4 пешек вроде бы поровну но у черных два слона в окончании всего это естественно не было так как у соперников примерно третий разряд конечно такие вещи очень сложные видеть на третьем разряде был сыгран конь h3 ну и конечно после слон g4 партию уже принципе можно прекратить конь f4 еще как-то так но ферзь е4 очень интересный прикольный ход теперь если сыграть ферзь е2 а что собственно делать самое сильное было так сыграть то тогда просто ферзь бьет f3 и остаются с лишней водей черный но соперник сыграл ладья е3 вроде бы напал на ферзя и получил красивый мат ферзь h1 вот такой вот необычный мат потому что слон g4 закрывает поле е2 отступление королю и вот так вот дмитрий сендянов красиво закончил партию ну что думаю для уровня дмитрия партия довольно неплохая воспользовался он всеми ошибками соперника и удалось сыграть красивую партию голосуйте ставьте лайки партию для вас комментировал комментатор олег сломаха всем спасибо и всем пока